Свежи еще воспоминания о том, каким головником был для владельца технический осмотр автомобиля. Конечно, надо понимать, что для состояния полного счастья еще далеко. И транспортный налог каким-то рядом взымаемый как с акцизов, так и с владельцев дурдом. Но по мелочам-то приятно. Хоть отменили техосмотр для жетонов, но техосмотр для страховки это чудо какое-то. Мы проехали по всем пунктам технического осмотра фирмоподъемник. А это и электросети 31, и шоссе Дачный, и Челябинский тракт. Мы поразились отсутствием очередей. Мало того, возникло желание здесь же машину застраховать. Естественно, каждый автолюбитель хотел бы так, чтобы было все в одном месте. То есть, прошел технический осмотр, тут же застраховался. Это возможно? Да, я скажу, что это просто без проблем. То есть, на сегодняшний момент на каждом из наших пунктов существуют практически все страховые компании. Самые основные, которые в городе, они все известны. Это альфа-страхование, энергогаранты, ну и так далее. Не буду всех перечислять. Без проблем. Я бы хотел еще обратить внимание на то, что люди, если где-то страхуются, им страховые компании на сегодняшний момент выдают жетон. Жетон, как таковой на сегодняшний момент, он отменен. И карту страховая компания выдать просто не в состоянии, потому что у них нет этой базы. Те люди, которые приобретают жетон, это у нас, скажем, после 30 июля, приобрели жетон после 30 июля. Я сразу хочу огорчить владельцев, то что они недействительны. С 30 июля действительно только карта технического осмотра автомобильного транспорта. Эта карта, она передается по реестру. Эта программа, она только у пунктов технического осмотра. И поэтому, когда люди где-то на чем-то экономят, и в итоге получается, что они сами себя обманывают. Случится опять страховой случай, они себя накажут. Это все к слову о том, что существуют люди, которые мошенническим образом продают страховку. Понятно, что страховка, привязанная к каждому автомобилю, это мошенничество в государственном масштабе. Так вот ведь как? Можно страховку с жетоном купить, а потом ничего не получить. Хотя справедливости ради заметим, что каждая страховая пытается тем, либо иным образом ничего и не заплатить. И этой радости неземной скоро исполнится 10 лет. А еще меня больше всего порадовало, то что сейчас вообще нет очередей. Очередей нету, я бы сказал, одна причина. То есть вы вспомните прошлый год, да. К сожалению, инспекторский состав у нас работал на каждых пунктах в городе, ну, от силы часа полтора-два. Поэтому и образовывались вопросы. То есть он заскочил инспектор, на пункт там где-то выдал 3-4 жетона, 5, да. Люди прошли там, 20 человек, к примеру, технический осмотр, и сидят и ждут инспектора. На сегодняшний момент, то есть выдаются сразу все документы, и человек свободно уезжает без всяких проблем. Поэтому здесь и перестала существовать вот эта очередь. У человека появилась возможность 15 минут пойти вокруг своей машины и внимательно на нее посмотреть, когда опытный человек с машиной ковыряется. Да, да, совершенно верно. То есть автовладелец, он, ему не возбраняется быть рядом с оператором технического осмотра, задать, может быть, ему какие-то вопросы по своей машине. Это не возбраняется. То, что раньше водителя не допускали к машине, то есть на сегодняшний момент мы разрешаем водителю смотреть, как это все проводится. Может быть, что-то он хочет ей сказать, спросить, задать какие-то вопросы для себя по своей машине. Это не возбраняется. Оператор всегда с радостью ответит на все его вопросы. Что более приятно, чем общение с автослесарями, охотниками на песцов? Их много. От них, конечно, можно избавиться, вот только желательно иметь теплый бокс. Да потому, что было время, когда каждый водитель готовил автомобиль к техосмотру сам. Да потому, что это несложно. Но сравнивать время то и техосмотр этот не получается. Потому, что решение всего одной проблемы, лишней работы для инспектора, принесло облегчение автовладельцу. Есть за что поблагодарить Дмитрия Медведева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова